пропал человек серьезно я не шучу вы нигде не видели владимир владимировича путина нет может под столом может быть там где-то находится никто не встречал владимира путина просто понимаете уже две недели впервые в истории современной россии войска вражеского государства с которым россия по факту находится состоянии войны вошли на территорию россии захватили больше 90 населенных пунктов больше 1000 квадратных километров территории а владимир путин ничего об этом не говорит не рассказывает что происходит не сделал какого-то специального обращения к людям ничего вообще ни одного слова нет когда все только начиналось по моему 7 августа он выступил где герасимов сказал что продвижение высо остановлено с того момента много воды утекло в том числе и много сотен квадратных километров утекло а также населенных пунктов отошло украине и вот с того момента владимир путин ни разу не высказывался о происходящем в курской области а там натуральные бои там разрушают мосты там уничтожают российских солдат берут сотнями российских срочников в плен и захватывают населенные пункты выбрасывая флаги россии и ставя флаги украины на владимира путина я нигде не могу на хотя подождите вот он вот он владимир путин наконец-то появился владимир владимирович скажите что там с курской областью появилась просто явился увеличили нет нет какие яблоки какая кабардино-балкария владимир владимирович скажите чего с курской областью то происходит где ядерный удар по всем странам в мире где угроза где хоть что-нибудь ну-ка скажите потребности сахарный диабет вот для них и сахар нет ничего нет натуральное чуре да яблочное здесь 200 граммов просто красный пакет нет ответа были недавно международные поездки буквально несколько дней назад но это в баку и опять же ни слова про курскую область чего происходит почему главное лицо в россии тиран диктатор который собирался взять киев за три дня молчит по поводу того что вражеская армия на территории россии об этом с вами сегодня и поговорим и о том почему блумберг называет свою статью про наступление в ссу в курской области ночной кошмар путина почему владимир путин ничего не говорит не угрожает и вообще залег на дно рассматривая яблоки и конфеты и отправляясь например посидеть в баку без пиджака и вы на канале майкла на ки если нет переходите ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал чтобы видео увидело как можно больше людей ну а также поддерживать канал на патреоне ссылка будет в описании если пока тяжело вам через youtube смотрите нет в пена то подписывайтесь еще и на телеграм-канал который называется накипел и ссылку на который я также оставлю в описании там я выкладываю видео в телеграм собственно телеграм-версия а также делюсь своими мыслями по какими-то актуальным происходящим событиям оперативнее чем это делаю на youtube-канале и так владимир путин не комментирует тему наступления в курской области его приближенные люди которые должны это делать за него например его род дмитрий песков который хорошо бы вымыть с мылом тоже молчит с 3 августа вообще не появлялся на публике он часто берет отпуск в августе но во-первых две недели которые обычно у него занимает отпуск прошли а во-вторых ну вам не кажется что как будто бы события несколько обязывают чтобы пресс-секретарь президента начал давать какую-то информацию целом страна как будто информационно обезглавлено натурально человек который комментировал что угодно рассказывал про то как российская армия громит всех направо и налево рассказывал про бандеровцев еще про кого-то молчит рассматривает яблоки и конфеты без сахара фактически то что его нет это для меня это не очень плохо мне абсолютно плевать дай бог он пропадет навсегда да правда хочется чтобы он не слишком легко отделался но для z аудитории для людей которые смотрят телек постоянно для тех кто смотрит российскую пропаганду для тех кто переживает за российских солдат и за величие могучие державы это нонс человек который должен их успокаивать человек который должен выйти и сказать я беру ситуацию под контроль человек который должен просто ну дать чувство безопасности то самое чувство которое он продавал годами владимир путин отнял все свободы и вообще возможность принимать самостоятельные решения у граждан россии под эгидой безопасности вот безопасность дошла до того что жители суджи теперь должны расплачиваться за продукты в гривнах ну я наверное преувеличиваю наверно там не так но в общем вы поняли идею при этом украинское наступление в курской области это не самое опасное для жителей курской области потому что гораздо для них опаснее это потенциальной бомбежке российских же вооруженных сил ну как например одна из посетительниц ток-шоу на первом канале предложила фактически стереть курскую область с лица земли вот ее инновационное предложение вот надо их окружить и уничтожить все просто ковровым понимаете не поднимаем кстати я надеюсь что к этому и готовится потому что недаром столько эвакуации тем временем аптел удинов предлагает срочников отправлять все больше и больше в эту мясорубку что кстати путина и делает и рассказывает что если вы против того чтобы ваших детей которые проходят срочную службу отправляли в курску область если вы против то на хрена вы и ваши дети нужны российской федерации я не привлечу он правда так говорит и в этом контексте складывается какой-то абсолютно информационный хаос с одной стороны лапти аладдина что-то рассказывает про ежедневные победы и уже по моему он в седьмой или восьмой раз заявил что в су остановлены хотя в су продолжают двигаться день ото дня с другой стороны владимир путин рассматривает яблоки с третьей стороны на федеральных каналах не могут определиться это в суток в ловушку загнали это нужно срочно помогать с эвакуацией курской области или что вообще происходит это прямой результат больше чем двух с половиной лет войны на третий год войны и взятия по-быстрому украины какой там сейчас украины воевать помните маргарита симоньян горелла мы эту украину говорит за два дня расфигачим а потом еще удивлялась говорит а кто говорил что украины за три дня взять ты ты маргарита симоньян говорила так вот значит от этого уже не осталось ни следа если раньше россия заявляла своей целью как признавался например александр коц военкор освободить донбасс заявляла своей целью то теперь помимо цели освободить донбасс также есть цель освободить курскую область но я сейчас не могу сказать какие мы преследуем цели только освободить донбасс освободить донбасс но и естественно курскую область в первую очередь и только освободить донбасс не в первую очередь, а параллельно. Что это? Позитивное отступление или отрицательное наступление? Решайте сами. Но в итоге политика Владимира Путина и его мудрое правление привело к тому, что Россия теперь воюет в Курской области. Но почему же он пропал? Почему пропал Владимир Путин? А это его почти постоянная черта. Когда случается какая-то катастрофа, когда случается какое-то бедствие, когда случается что-то плохое, Владимир Путин максимально старается дистанцироваться от события. У него как будто такая прям магическая вера, что в минуты, когда он должен быть с нацией, ну есть такой паттерн, что во время чудовищных трагедий лидер, национальный лидер должен быть со своим народом. Ну как американский президент во время терактов 11 сентября. У Путина абсолютно другая концепция. Когда тонула подлодка Курск, как это не созвучно нынешним реалиям, Владимир Путин был в отпуске. И выходить из отпуска Владимир Путин не стал. Это была первая крупная трагедия в его правлении, 2000-й год. Более того, некоторые поговаривают, мягко скажем, что из-за того, что он не вышел из отпуска, не было достаточно оперативно налажено взаимодействие с другими странами, которые предлагали свою помощь в том, чтобы спасти подводников, которые были еще живы на момент происходящего, потому что потом были найдены письма, которые они писали, когда лодка уже затонула. Но и многие другие трагедии никак не пересекались с Владимиром Путиным. Он не приехал даже недавно в тот же Крокус, ну или еще на место любого другого теракта. К сожалению, Владимир Путин настолько долго у власти и настолько невероятно эффективно правит Россией, что трагедий было достаточно много. И Владимир Путин всегда от них дистанцировался. Не только от трагедий. Во время войны мы тоже видели проявление этого. Например, когда ВСУ гнали российские войска в 2022 году из Харьковской области, российские солдаты бросали технику и бежали со своих позиций, Владимир Путин был очень занят. Он открывал колесо обозрения, причем дистанционно. Колесо обозрения сразу сломалось. Однако никаких больше заявлений Владимир Путин не делал. Пока российская группировка становилась вторым по количественному показателю донором техники для Украины натурально. Ну, то есть столько было оставлено танков, столько было оставлено бронемашин, что Россия на вторую строчку поставщиков оружия для ВСУ забралась. В это время Владимир Путин занимался своими делами. То же самое было и чуть позже, во время мобилизации, вызванной в том числе этими событиями. Владимир Путин объявил мобилизацию, хотя до этого клятвенно обещал, что ее не будет. Объявил и пропал. На полгода он пропал с военной тематики. Нет, он появлялся, он появлялся на публике. Например, он открывал птицефабрику или фабрику индейок, я не помню точно. Что-то сидел такой, да-да-да, фабрика индейки, туда-сюда. Пока в России впервые была мобилизация. Пока на улице буквально ловили людей. И вы скажете, Майкл, мы в Украине тоже мобилизация? Да, потому что на Украину напало огромное государство с самолетами в гораздо большем количестве, с гораздо большим количеством флота, с дальнобойными ракетами, с танками, со снарядами, со всем, вот по всем техническим параметрам Россия превосходит Украину на момент начала вторжения, а по многим и сейчас. Господи, в России ядерное оружие есть. И вот эта вот страна, которая больше по ресурсам, по территории, по вооружению, по мобилизационному потенциалу, напала на Украину, которая просто хотела мирно и спокойно жить. И, конечно, в Украине мобилизация. И была, есть и будет. Правда, кстати, срочников нет, потому что срочную службу там с 2022 года отменили. А в России не отменили. И теперь именно срочники были взяты в большом количестве впринет в Курской области. И еще тысячу срочников едет прямо сейчас туда, в Курскую область. Владимир Путин решил заткнуть бреши в обороне пушечным мясом, состоящим из тех самых срочников. Так вот, мобилизация в Украине в этом смысле, это понятная история. Мобилизация в России, которая напала, которая стала агрессором, это, конечно, нонсенс. Но вот во время этой мобилизации и полгода после нее, Владимир Путин ни разу не говорил на военные темы. Он даже отменил свою прямую линию, вещь, которую он обожает. Потому что он сидит, развалившийся, как царь такой, этой девочке подарить компьютер, этой семье провести газ в... Сидит такой царь и бог и распоряжается людскими жизнями. Распоряжается жизнями людей, которые на колени встают перед ним, чтобы попросить где-нибудь отремонтировать дорогу. Потому что 20 лет, больше 20 лет его правления с гигантскими сверхдоходами от продажи российских ресурсов ни к чему, кроме нищеты, его обогащению страну не привели. Теперь еще и к войне. И вот он пропал тогда на полгода. Сколько сейчас мы не увидим Путина, ну, по крайней мере, говорящим про военную сферу, про то, как российские войска мощно громят все направо и налево, вопрос открытый. Напрямую будет зависеть от успехов ВСУ. Пока, несмотря на то, что российские войска уже 8, 10, 15 раз останавливали якобы украинцев Курской области, ВСУ продолжают двигаться и двигаться достаточно успешно. Помимо 1250 квадратных километров, называемым Зеленским, контролируемой ВСУ территорией Курской области, также на подходе, что называется, 700 квадратных километров Глушковского района, той же самой Курской области, который теперь отрезан от контролируемой России и Курской области путем уничтожением трех мостов. Поэтому все, что называется, только начинается. Более того, есть у меня некоторые основания полагать, что украинское наступление еще не началось, но об этом как-нибудь в другой раз поговорим. Впрочем, кто давно за мной следит, знает, почему я так считаю. В любом случае, мы видим, что путинская верхушка самоустранилась. Нет никаких комментариев, нет никаких рассказов, потому что они боятся. Потому что если выйти и сказать, как Аптиалудинов, все остановлены, все хорошо, то уже не Аптиалудинов будет, пиздцов, а Владимир Путин. Впрочем, Владимир Путин довольно много раз врал, скажете, вы и будете правы. Но проблема в том, что когда он врет во время кризисов, это отражается гораздо серьезнее. Владимир Путин привык к тому, что если ты не комментируешь проблему, то она улетучивается. Ну, сама пройдет через какое-то время, но ты не будешь с ней ассоциироваться, твое лицо не стоит рядом. Вот есть наступление в Курской области ВСУ, а лица Владимира Путина нет. Но проблема с войной заключается в том, что твое лицо необходимо, потому что ты позвал всех этих людей воевать. Ты сказал, что вы должны уничтожать Украину. Ты сказал, что дети матерей, срочники, обязаны стоять насмерть в Курской области. Ты сказал, что ты гарантируешь, что никто из них не пострадает. Ты сказал, что мобилизации не будет, потом ее провел, объясняя это тем, что нужно освободить Донбасс, что там угнетают русских и так далее, и тому подобное. При этом уничтожая города и на Донбассе, и на других территориях Украины. Ты все это сказал. А теперь, когда люди оборачиваются, говорят, ну ты же говорил, что мы громим, но ты же рассказывал еще год назад, что в УСУ кончилось все, резервы, люди, техника. Ну вот она техника, вот они люди в Курской области. Откуда они взялись? Обращаются они к тому, что считает себя богом. А Владимир Путин в ответ молчит. Он занят. Он яблоки рассматривает. У него куча важных дел. Владимир Путин исчез ровно настолько, сколько продлится этот кризис. А если этот кризис станет концом Владимира Путина, то вовсе потом и не появится. Впрочем, я не думаю, что конец Владимира Путина мы увидим прямо сейчас. Мы до этого обязательно доживем. С исторической точки зрения осталось не очень долго. Отчего, конечно, не легче. Не украинским войскам, которые каждый день борются за то, чтобы отстоять свою страну. Не украинским гражданам, которые каждый день смотрят в небо, ожидая российскую ракету, которая прилетит. Не гражданам России, в том числе тем из них, кто боролся против Владимира Путина, сейчас находятся, например, в застенках или вынужденной эмиграции. Никому не легче. Но, тем не менее, это наступление в СУ показало и украинцам, и россиянам, и Западу, что Украина не просто может воевать. Украина может это делать эффективно. И Владимиру Путину сейчас довольно неуютно. Он пытается компенсировать это усилением давления в той самой Донецкой области. Оттуда не забирают войска в Курскую. Курскую область буквально бросили. Многие пишут, западные аналитики, не до конца понимая Владимира Путина, что это потому, что Курская область не важна и не ударит по имиджу Путина. Это не так. Просто Владимир Путин, как всегда, пытается переждать. Потом он выйдет, потом он скажет, что он с Курянами. Потом он выйдет и скажет, что я всегда был за вас и так далее. Но сейчас он надеется просто переждать это. Более того, его окружение успокаивает его. Потому что это же именно они два с половиной года рассказывают, что в СУ не осталось сил, что это предсмертная огонь в СУ, что наступление долго не продержится. Они прямо сейчас рассказывают, что смотрите, мы их остановили, они не выполнили свой план, мы их громим, уничтожено огромное количество солдат ВСУ, невероятное количество техники, и со дня на день будет конец войны, победой России. Они продолжают же это ему рассказывать. Ну, потому что иначе тот, кто будет рассказывать плохое, лишится должности, может быть, свободы и жизни. Но чем дольше будет проходить времени, тем меньше этот вакуум сможет прятаться. Тем более заметным он будет становиться. Сейчас, 29 августа, не поверите. Избирком решил, что самое время провести преждевременные выборы в Курской области, выборы губернатора. Они должны были быть в сентябре, но хотят сделать в конце августа. Интересно, какая часть Курской области поучаствует в этом, а какая будет лишена этой возможности. Что к тому моменту произойдет? Как будут чувствовать себя российские силы в Донецкой области, где еще в прошлом месяце начали коллег посылать в бой? Не коллег, а тех, у кого ранения недолечены, отсутствуют конечности и так далее. А также формировать собственно мотострелковые полки из тех, из кого вообще не формируется мотострелковых полков. И бросать в бой, и бросать в штурмы тех, кто вообще для этого не предназначен. Это все еще происходило в прошлом месяце. И да, сейчас Россия пытается усилить давление еще сильнее, но много ли у нее ресурсов осталось? И готов ли Путин в случае чего проводить еще одну волну мобилизации, о которой сейчас среди задканалов не пишет только ленивый? А сколько срочников он готов убить? И насколько он готов к реакции, которая будет на этих убитых срочников? Потому что срочники это то немного, что в России исторически вызывало серьезное недовольство и протесты. В общем, количество рисков для Путина увеличилось, и он знает это. Поэтому он буквально прячется. Ему буквально страшно. И правый Блумберг, который пишет, что воплотился его настоящий ночной кошмар. Но самые большие кошмары у него, безусловно, впереди. С вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok